Когда искажаются понятия, когда слова меняют смысл, когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ. Добрый вечер, дорогие радиослушатели, те, кто смотрит передачу «Прямой ответ» на Ютубе Первого канала. У нас сегодня передача о нашем регионе, о Ближнем Востоке, и в гостях два востоковеда. Это заместитель директора Института востоковедения Василий Кузнецов и доктор Университета Тель-Авивского Дина Леснянская. И первый наш гость – это Василий Кузнецов. Здравствуйте, Василий Александрович. Здравствуйте. Здравствуйте, Марьяна. Насколько я знаю, вы только что вернулись из Сирии, и хотелось бы услышать, что происходит недалеко от границ Израиля, с наших северных границ. В каком состоянии сейчас Сирия, какие перемены за последнее время произошли? Ситуация сложная в стране. По-прежнему часть страны оккупирована американскими войсками. Вы это знаете прекрасно. Есть турецкое присутствие, есть регулярные израильские налеты. Поэтому ситуация непростая. Экономическая ситуация тоже непростая. В общем, она немножко стабилизировалась, я бы сказал, за последние где-то полгода. Но в целом, конечно, тяжелые экономические условия, в том числе из-за санкционного режима. Хотя и не только из-за него. Есть некоторые, с точки зрения уровня жизни и так далее, есть некоторая негативная динамика. Но в то же время, в общем, как-то страна выживает. У меня была поездка чисто академическая. Поэтому мы в основном там занимались вопросами культурного наследия, археологии и подобных вещей. Ну да, но все равно понятно, интересно посмотреть, как живут люди и насколько чувствуется ли, что плохая экономическая ситуация – повод для социального взрыва. Потому что были протесты, в том числе на юге. Или там, где вы были, это не чувствовалось? Нет, так это не чувствуется, конечно. Я бы не сказал, что это может чувствоваться. Так не бывает, если бы эти вещи легко чувствовались, тогда бы они не происходили. Но есть усталость общества от тяжелых условий жизни. Это существует. Но для социального взрыва я бы не сказал, что есть какие-то ощущения. А насколько чувствуется, уже может быть вопрос не потому, что вы были, а насколько вы знаете, насколько Сирия по-прежнему в приоритете российской политики? Ну, конечно, в приоритете. В Сирии находятся российские военные базы. Она не может не быть в приоритете. Существуют определенные обязательства. И Россия перед Сирией, и Сирия перед Россией. И эти обязательства никуда не исчезают. Поэтому я думаю, что этот вопрос, ну, здесь как бы ответ однозначный. Конечно, это приоритет российской внешней политики. И сейчас, и в обозримом будущем это будет так. А что еще в приоритетах российской политики на Ближнем Востоке? Нас, естественно, в первую очередь волнует ближневосточное урегулирование Палестино-Израильских конфликтов. Насколько Россия готова в это вмешаться? Нужно ли это ей? Ну, я бы сказал, блин, вы знаете, это такой вопрос, на который можно отвечать очень долго. А я не могу сейчас отвечать очень долго. Ну, хотя бы основное. Я постараюсь коротко. Если коротко, то, говоря о регионе, в целом есть две или три вещи, которые являются, я думаю, для России приоритетными. Первая приоритетная вещь, конечно, это вопросы безопасности. И это то, что было, есть и будет. Это вопросы, в том числе, безопасности южных регионов России. Это противостояние тем угрозам, которые исходят или могут исходить из этого региона. И так далее. Это первое. Второй вопрос, это вопрос, который сейчас есть и будет на ближайшем обозримом будущем. Это поддержание той ситуации, при которой государство этого региона не становится недружественными России. Насколько можно, они становятся, наоборот, дружественными России. Это касается и вопросов санкционных режимов. Это касается, ну, в целом, противостояния России и Запада, которые, конечно, существуют. Тут говорить не о чем. Ну, или там государство мирового большинства, как сейчас принято в России говорить, и Запада. Об этом это очевидно. Третий момент, это то, что в этом регионе Россия играла, играет довольно существенную роль. И она будет стараться за собой, я думаю, эту роль сохранить. В этом плане палестино-израильского регулирования, да, я согласен с той точки зрения, популярной, распространенной, которая состоит в том, что палестино-израильского регулирования является одним из, одной из коренных проблем системообразующих негативных факторов регионального развития, региональной жизни. И урегулирование палестинской проблемы, это, поэтому это чрезвычайно важно. Те люди, те эксперты, те коллеги, которые полагали, что с процессом нормализации эта проблема уходит в сторону, маргинализируются, как мне кажется, были не вполне правы. И, как мне кажется, те драматичные события, которые мы наблюдаем последние, ну, в октябре-ноябре, уже декабре, да, два месяца с лишним этому свидетельствам. Ну, а вот как в связи с ХАМАС в это вписываются российские? Что, как они могут повлиять на ситуацию? Ну, связи с ХАМАС в Российской Федерации не признана экстремистской или террористической организацией. Я знаю, я понимаю, что в Израиле на этот счет другая точка зрения. Ну, с точки зрения, с моей точки зрения, ХАМАС, да, безусловно, нельзя не осуждать те акции, которые были совершены 7 октября. И нельзя не выражать сочувствие жертвам 7 октября. Но, тем не менее, мы должны, как мне представляется, ХАМАС является частью палестинского вот этого движения, палестинского сопротивления. Я скептически отношусь к израильскому точке зрения возможности уничтожения ХАМАС. Я думаю, что это нереалистичный подход. И, как мне кажется, я как бы схожу сюда из того, что если ты не можешь уничтожить, то с теми, с кем можно разговаривать, надо разговаривать. И я так понимаю, что это российская позиция, она вот такая. Надо разговаривать, надо пытаться что-то делать. Да, я понимаю, что то, что я сейчас говорю, наверное, вызовет неприятие значительной части аудитории израильской. Да, но как-то вот попытки жить в таком пакте ненападения с ХАМАС, вы живите так спокойно в Газе, пока вы нас не трогаете, себя не оправдали. Как показало, там были разные соглашения. Но, в общем, показалось, что разговаривать и договариваться смысла нет, по крайней мере. Ну, это, понимаете, этот спор, он может быть бесконечен, потому что на это можно всегда ответить упреками, которые предъявляются Израилю и в блокаде газа, ну и так далее, и так далее. Тут взаимных упреков их очень много. Мне кажется, мне представляется, что так или иначе у меня нет ответа на вопрос, каким образом сейчас это может быть решено или урегулировано. Хорошо. А Россия тогда какую роль может сыграть во всем этом? И нужно ли, главное, это Россия играть эту роль? Или она просто в сторонке постоит и будет держать руку на пульсе? Я думаю, что, я не уверен, что здесь какой-либо из внешних глобальных акторов, включая Соединенные Штаты, кстати, может играть ключевую роль. Ключевая роль все равно остается у региональных игроков. Мне кажется, что мы наблюдаем регионализацию этого конфликта. Роль глобальных игроков, она снижается, будет снижаться. Важная роль России, которая остается, пусть это будет не публично, но тем не менее, это остается, что это единственный глобальный игрок, который сохраняет возможности разговора, в том числе с Хамасом. Я думаю, это может быть полезнее. А если вы уже сказали про региональных игроков, кто играет с первого скрипка Катар или Саудовская Аравия, она немножко сейчас не на первом плане. Но тем не менее, все планы о будущей нормализации в основном обсуждаются именно с ней, в том числе и Россией. Да, конечно, они обсуждаются. Понятно, что такие страны, как Катар, Турция и Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, плюс Иордания и Египет, вот этот набор стран, он будет играть важнейшую роль. Вопрос в том, что ни один из этих игроков не готов и не будет готов брать на себя ответственность за происходящее в Газе или на Западном берегу. Это понятно. Участвовать как-то в этом процессе, да, они могут, но здесь очень много будет зависеть и от израильской стороны, на что она будет готова пойти после вот той фазы, которая сейчас происходит, после горячей фазы. Потому, что та позиция, которую сейчас наблюдалась, такая достаточно жесткая, которая воспринималась, скажем так, давайте, как жесткая антипалестинская, с ней очень сложно работать. Должны быть предприняты какие-то шаги на встречу палестинской стороне тоже. Тогда что-то может быть. Думаю, что среди вот этих региональных игроков, думаю, что Саудовская Аравия, думаю, что Катар по более низкому такому профайлу. Ну, Египет, конечно, будет стоять. Израильтян немножко удивила новость, может быть, вы ее прокомментируете, то, что президент Франции, якобы это неофициально звучало, обсуждает план договориться с Алжиром, чтобы он забрал к себе руководство Хамаса. Вы очень хорошо знаете Алжир, поэтому что вы думаете про это? Нужно ли это Алжиру? Ну, я думаю, что, в принципе, такая возможность, она не исключена, как мне кажется. Но в этой новости единственное, что меня смущает, это начало, связанное с президентом Франции. Потому что, учитывая особенности Алжира-французских отношений последних лет, когда как раз у власти Макрона находится, в одной стороны Тюбун, в другой, мне кажется, что инициативы, исходящие из Елисейского дворца, которые касаются Алжира, они довольно слабые, довольно слабая вероятность того, что они могут быть реализованы. Вот я бы так сказал. Если бы это исходило от алжирцев, да, я бы сказал, что это вполне вероятно. Но когда это исходит от Макрона, мне кажется, что здесь больше пиара Макроновского. А, кстати, удивительная история для Северной Африки. Три страны основные, Алжир и Марокко, Тунис, и все очень по-разному относятся к Израилю. Марокко не разорвало дипломатических отношений с Израилем, несмотря на конфликт. В Тунисе что-то особое говорят, что за связи с Израилем будут сажать, но при этом были когда-то контакты и прочее. А Алжир однозначно пытается стать во главе сил сопротивления или поддержать их очень сильно. С чем это связано? Вроде три соседних страны. Связано с тем, что страны очень разные. Конечно, стать во главе Алжира не может, но он может активно поддерживать. Страны очень разные. У нас есть Марокко с огромной... И в Израиле есть огромная алияда марокканских евреев. Есть старые марокканы, марокканы-израильские связи и так далее. Но, тем не менее, я бы сказал, что вот эти события последних месяцев, которые мы наблюдаем, они несколько все-таки снизили интенсивность мароккана-израильского сближения. И я думаю, она будет оставаться сниженной. Ну, потому что они вызвали жесткую реакцию со стороны, эмоциональную реакцию со стороны, в том числе, марокканской улицы. Что на фоне экономических кризисов, в общем, не очень хорошо. Алжир воспринимает марокканно-израильское сближение как прямую угрозу. В алжирской риторике последних лет авраамические соглашения между Марокко и Израилем и сближение Марокко с Израилем делают Израиль прямым соседом Алжира и прямой угрозой. Это определяет и подходы алжирские к этой проблеме. Ну, а что касается Туниса, то тот весьма специфический политический режим, который там установился после прихода к власти Каиса Саида, он во многом строится на такой популистской антиизраильской пропалестинской риторике, включая некоторые, я бы сказал, комичные такие, трагикомичные элементы в этой риторике, когда президент Туниса после наводнения в Ливии связывал эту катастрофу с тем, что это наводнение называется именем израильского пророка Даниэла. В общем, это, ну, все это, конечно, как бы смешно, но вообще ужасно. Каждый сходит с ума по-своему. Да, вот, но я бы не сказал, что палестинская проблема и израильская, и вопросы отношения с Израилем находятся в центре, как бы, тунисской общественной жизни. Но то, что это может быть элементом отвлечения внимания, в том числе от внутренних проблем тунисских, да, конечно, сейчас. Ну, вот, если оторваться от Магриба, как раз Израиль, ну, кроме Марокко, да, Израиль очень поддерживает тот факт, что никто из стран, к которым он нормализовал отношения, на разрыв не пошел. Как вы оцениваете? То есть, соглашение Авраама – это уже такая константа? Это интересный момент. И это хороший момент. Хороший момент. Я понимаю эту израильскую интерпретацию, да, того, что сейчас происходит. Может быть, это правильная интерпретация, посмотрим. Действительно, на разрыв отношений никто не идет, хотя речь идет о некотором там замораживании, о некотором снижении интенсивности этих отношений и так далее. Но я думаю, что здесь очень много будет зависеть от того, чем вот сейчас закончится горячая фаза конфликта. Да, если будут реализованы такие наиболее негативные сценарии по ГАЗе, то, наверное, о восстановлении, там, нормализация прежней интенсивности придется на какое-то время, по крайней мере, забыть. Если будет высказано какое-то намерение все-таки искать позитивное более-менее решение, в том числе с израильской стороны, ну, не в том числе, а с израильской стороны, какие-то шаги по нормализации, по деэскалации, по не только силовое решение, но и дипломатическое, политическое решение, тогда, возможно, ситуация изменится. Спасибо большое. Я так понимаю, нужно отпускать. Я прошу дальше. Спасибо. Да, спасибо большое. А мы прерваемся на рекламу. Спасибо. Прямой ответ.